Всем привет! Сегодня поговорим о стейке. Что нужно знать о стейке? Стейк это, конечно же, говядина в первую очередь. Хотя сейчас уже стейками называют стейк из свиньи, стейк из барана, стейк из курицы, из чего угодно, только не называют стейками. Все это чушь собачья. Стейк это говядина. У меня есть вот такой замечательный тибон. Смотрите, какой он шикарный и огромный. Мне его предоставила сеть магазинов Азбука Вкуса. У них есть свое производство. Это бычки черный ангус. 20 месяцев уходит на забой. Свои травяные корма. Бычки не кастрированные. После 24 месяцев это уже считается бык. До 20 месяцев это как раз вот попадает в категорию бычок. Но при всем этом животное уже созрело до нормальных размеров. И поэтому вот такая штука, как, например, тибон достойного итальянского ресторана. Понимаете? Потому что в Италии такие стейки называют флорентийский. У нас их называют тибоном. Кто захочет себе такой стейк, заходите внизу в описании ссылочка. Там все расскажут, покажут. В общем, кому интересно, пожалуйте. И самое главное, о чем я вам хотел рассказать, это о подготовке стейка. Условно, да, подготовкой называется. Почему? Потому что к вам на стол он приходит не просто так. Вы очень часто спрашиваете. Я замечал уже не один комментарий, мол, как мне найти стейк, как выбрать стейк, что мне с ним делать и как отличить стейк настоящий от фейкового. Существует два типа созревания после убоя. Это влажное созревание и сухое созревание. Вот вы приходите на рынок и вам предлагают на витрине свежак. Если мясо сочится влагой, видно, что где-то там подтеки, значит оно было либо примороженное, либо замороженное. Если вы видите мясо сухое, но свежее, и вам еще продавец говорит, ты что у меня мясо ночью забили, у меня мясо свежак. Этот свежак не всегда хорош для стейка. Почему? Потому что через несколько часов после, так сказать, как животное зарезали, через несколько часов в животе не наступает трупное окоченение. И оно становится, мясо жестким становится. Поэтому все рыночное мясо, я считаю, что оно подходит для тушения, для гулешей, для варки, но никак не для стейков. Стейк начинается с того, когда животное разделали обычно, чаще всего, распиливают вдоль по возвоночнику и полутуши, я сейчас про сухое возревание, и полутуши на крючьях отправляют в камеру. Камера сухого возревания, она может быть и маленькая, могут быть и решетки, полочки, и может быть, например, поясничная часть отделена, цельный отруб, который потом делится на стейке. Это может лежать на решетках, но обычно на крупных предприятиях полутуша на крючке уезжает в камеру сухого возревания. Камера сухого возревания это от 1 до плюс 3 или до плюс 5 градусов температурная шкала. Она настраивается определенным образом и температура то выше, то ниже, в зависимости от длительности сухого созревания. Вот этот стейк находился в камере сухого возревания 21 день. Dry aged на английском языке означает сухое возревание, и поэтому на стейках, даже на русских, можно увидеть надпись dry aged. Видите, вот эта корка, вот она прям плотная, черная. Помимо температуры, которая вот есть в заданном диапазоне в камере, очень сильная вентиляция. Мясо покрывается коркой, заветривается, и туда не проникают микробы. Камера определенным образом очищается. Все 21 день происходит уход, и мясо, которое висит в этой камере, теряет влагу. Оно очень сильно подсыхает. Но внутри оно, смотрите, мягкое, блестящее. Сверху оно в корке все, засохшей. Зачем придумали камеру сухого возревания? Во время того, как оно находится в этой камере, происходит внутри куска процесс ферментации. В течение этого процесса я сейчас в химию процесса углубляться не буду. Я всего лишь скажу, что в процессе нахождения и в процессе ферментации мясо становится на порядок мягче. Опять же, во время у сушки и там у вялки, грубо говоря, теряется вода, оно уменьшается в объеме, уменьшается в весе, и поэтому стейк, во-первых, дорогой, во-вторых, концентрация вкуса в нем повышается в разы. Именно за это любят гурманы именно стейки сухого возревания, потому что есть еще и влажное возревание. Влажное возревание это когда на стейке разделали свежак, обработали газом, вакуум, и оно лежит 14, 20 или какое-то количество дней. Все это опытным путем вырабатывается, каждый комбинат для себя решает. Но сухого возревания ценится выше по своим вкусовым качествам. Есть даже, я не помню кто, австралиец или канадец один, у которого ресторан, и у него стейки, это 180 дней сухого возревания, 180, это 6 месяцев, офигеть. Там ценник доходит до 2000 долларов за килограмм. Вот смотрите, у меня стейк уже практически обработанный весь, то есть его зачистили, видите, видно, что вот есть черные кусочки, да, вот эти вот заветренные, и здесь вот срезано, это его уже зачищали. Вот здесь вот есть еще на вырезке немножко тибон, возвращаясь опять к стейку. Тибон – это Т-образная кость и два типа стейка. Вот с этой стороны у нас поясничная часть – стриплойн, а вот здесь у нас тендерлойн или вырезка. Они там бывают трех типов с этой поясничной части. Тибон – это вот центральная часть, так скажем, отруба. Там, где вырезка имеет самую толстую часть – это у нас портерхаус, а там, где наоборот вырезки практически нету – это клап стейк. А этот – самая центральная, это, на мой взгляд, один из самых крутейших стейков. Кто-то оставляет вот это вот подсушенное черное мясо или черные жилки, да, я предпочитаю всегда их срезать. Здесь в зависимости от ваших предпочтений много не срезайте, так по чуть-чуть. Видите, высушенное. Как бумага. Жир и пленки, как бумага, хрустят. Лишний жир не срезайте. Во время жарки он будет вытапливаться, и мясо будет жариться на нем. Некоторые мясники из стейхаусы на свое усмотрение смазывают оливковым маслом перед жаркой. Так делают в Европе, а у нас так стараются не делать, потому что это любое масло крадет вкус стейка. То есть он в камере сухого взрывания находился столько времени для того, чтобы прийти к вам на стол, чтобы вы почувствовали самый лучший вкус мяса, и вы такие его раз, оливковое масло. Конечно, это гламурный стейк. Крутой, требует к себе достойного отношения. С такого рода стейками придумывать ничего не надо. Не нужно испытывать судьбу этого стейка, нужно его просто пожарить. Он у меня примерно где-то около трех часов находился при комнатной температуре. Он стал достаточно теплым для того, чтобы перейти к жарке. Вы помните, да? Стейк должен быть теплым, но не из холодильника сразу же, потому что иначе внутри у него будет холод, и при обжаривании верхушку в итоге высушите, а середина будет там внутри. Все равно сырой. Если стейк с костью, у кости очень тяжело его прогреть, поэтому он, как правило, здесь medium-re, а здесь уже medium, по краям medium-well. И, соответственно, наш стейк уходит на раскаленную чугунную сковороду-гриль, потому что сковорода чугунная лучше всего для этого предназначена. Конечно, мы повара и на стальных, и на алюминиевых жарим на чем угодно. На углях, на электрогрилях. Но у меня дома чугунная сковорода, и гриль я готовлю только на ней. Тем более, у нас сегодня такой стейк мощный. Я его не стал ни солить, ни тем более перчить. Перец горит при обжарке, а соль, ну, давайте, знаете, как? Может быть, как-то олдскульно сделаем без соли, а солью потом подсыпем уже на доске. Я вот слегка начинаю обжаривать с боков для того, чтобы смазать сковороду жиром. Конечно, жир сейчас начнет гореть, и будет полным-полно дыма. Это неплохо. Стейк толстый, около четырех сантиметров. Мощный, настоящий такой, флорентийский. Ну что, когда у нас жир немножко расплавился, вывеска уже чуток по краю подгорела. Наверное, не подгорела, а поджарилась. Все, отправляем его первой стороной. О! Уже пошел аромат. Дуся такая свалила. Ну, его, говорит, я пойду потусуюсь где-нибудь в другой стороне, потому что запах дыма. Значит, я врублю, наверное, немножко вытяжку. Знаете, есть умельцы, которые говорят, нужно 4 минуты жарить с одной стороны, потом 4 минуты с другой. 4 минуты это огромное время, поэтому лучше 2 с одной до образования полосок. Только образовались полоски и все, переворачиваем. Для чего обжариваем? По десятому кругу, по десятому разу. Реакция майяра. То есть, когда мы создаем вкус, именно вот процесс подгорания белка, он и является, так сказать, вот нашим рулевым процессом. Ну что, о, полосочки появились. Теперь мы кладем его вот так. Дуся, ну понятно, что паника начинается легкая. Аромат, конечно, но это стейк настоящий. Так, последний этап. Опа! Смотрите, какая решеточка красивая появилась. Вот она. Это уже, так сказать, путь к успеху. Решеточку мы получили с двух сторон. Проверить надо. О, все великолепно. Великолепно. Теперь я это все перекладываю на противень. Так, теперь втыкаю щуп. Мерить будем вот здесь вот, у кости. Поэтому я вот отсюда вот его воткну. Аккуратно. Вот где-то здесь примерно. Отлично. Теперь я установил здесь температуру 65 градусов. Медиум. Это 63. Но я решил чуть-чуть больше. К медиум Велл пододвинуть наш кусок мяса. Да, температура у меня здесь небольшая. 150 градусов. Верх-низ гриль. Все вместе. В общем, сейчас внутри куска 25 градусов. Как только дойдет до 65, будем вынимать. О, 65 градусов. Пора доставать. Ой, какой аромат из духовочки. Ой, как настоящий стейк-то. Ой, какой он красивый. Ой, сколько там счастья. Сырой кусок был 1,2 кг. Теперь нужно дать стейку немного отдохнуть. Ну, вы понимаете. Сразу нельзя даже термощуп вытаскивать. Иначе вода туда побежит. И так он уже достаточное количество отдал водице. Слегка остужаем. И начинаем резать. В итоге отдыхал, отдыхал, отдыхал стейк. Доотдыхался до температуры 69 градусов с 65. Чем больше кусок мяса, тем во время отдыха он больше догоняет температуру. Продолжает готовиться. Все, 69. Тут уже прям, ну, медиум вэл уже крайний. Уже начинается вэлдан. Все, пора отключаться. О! Как он будет на досточке, да на черной. Это же великолепие. Ну что ж, пора резать и есть. О, как ждал я этого момента. Так, это вырезка. Это вырезка. Вот она. Прожарка великолепная. Просто то, что доктор прописал. Посмотрите, это же просто какое-то удивление. Это несмотря на то, что мы довели до 70 градусов, и мясо осталось розовое. Ну, прям все сделано по правилам. Что я боялся прям, что оно станет серым и некрасивым. Оно должно быть розовое такое, прям сочное. Так, теперь стриплоин. Вот она. Вот смотрите, получился у нас вот такой стейк. Косточка от стейка. Вот так сделаем. Стриплоин плотный. Нож входит в него так. И прожарка супер вообще, супер. Ну вот здесь вот well done. С краю. Прожарку еще раз напомню. Знаете, как нужно ориентироваться? Чем более жирный и мраморный кусок внутри, я имею в виду, вот здесь вот смотрите на мраморность. Если кусок жирный и мраморный, то прожарочку давайте такую, medium well. А вот если кусок травяной, совсем постный, нежирный, то тогда можно и medium well. Потому что если у вас будет жир и вы пожарите medium well, сырое, сырой жир есть неприкольно. Черный перчик. Вот теперь свежачок, ароматный черный перец. И вот соль, соль, соль. Ну что, пора есть. Да какая вилка, елки-палки. Так, сначала вырезку. Что значит сухое вызревание? Вы никогда не найдете такой мягкости в обычном рыночном мясе. Это я вам даю гарантию 100%. Ммм, вот это посочнее будет. Все-таки видите разницу прожарки? Well done, medium. Вот его руками берешь, видите, оно рвется без напряжения. Мясо мягкое. Ну и стриплоин. Это божественно. Стейк сухого вызревания, tibon. Это стриплоин и вырезка на гриле с доводкой. Великолепно. Стриплоин, конечно, поплотнее по своей текстуре, потому что вырезка, конечно, самая мягкая. Вырезка изначально мягкая. Соли охота больше, конечно. И прожарку охота поменьше. Это продюсер все меня выставил, пожарку побольше сделать. Здесь, в общем, medium надо было. Я понимаю, за что ценят стейки сухого вызревания. Они сведут с ума кого угодно. Смотрю на доску и сам себе завидую. Вот. А вы не завидуйте. Пока.